Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ. В студии Ксения Бриллиантова. И главная тема сегодня. Капитальные перемены. Один из самых проблемных дворов Серпухови превратился в образцовый. Миллионы к пенсии. Оперативники обнаружили в Серпуховском районе подпольный цех по разливу контрафактной водки. Хлеба и зрелищ. В торговом центре «Слава» столичные артисты показали покупателям спектакль и угостили свежей выпечкой. В Серпухове во дворе дома 9А по улице Пушкина завершается комплексное благоустройство. Старая многоэтажка довоенной постройки после проведенного капитального ремонта получила вторую жизнь. А возле дома появился игровой спортивный городок. Во многом эти достижения итог слаженной работы местных активистов и чиновников. Подробности в репортаже Маргариты Кирикович. Этот двор в Серпухове сегодня один из самых шумных. Но жители ближайших домов этому только рады. Место сидений у телевизоров и компьютеров и дети и взрослые свободное время проводят на улице. Подростки вечерами катаются на коньках по блестящему льду хоккейной площадки. Ветеран спорта Сергей Кириллин старается приобщить местных подростков к здоровому образу жизни. Его стремление развивать дворовый спорт нашло понимание у местных властей. Здесь не только в этих домах. Приходится, как говорится, с других районов, с 45-й базы, с Урицкой, потом с Маткадской, с частных домов. Ребята все занимаются здесь хоккеем. Я очень рад этому, что мы этого добились. Жарикову очень большое спасибо, что он посодействовал нам. Я мечтаю, чтобы у нас, у нас были, были в Серпухове свои чемпионы России. Но еще полтора года назад на такие перспективы надеяться не приходилось. Во дворе, кроме старых ржавых качелей, ничего не было. Во время приезда в Серпухов губернатора Московской области люди рассказали Андрею Воробьеву о своих проблемах. Исполняющий тогда обязанности главы города Дмитрий Жариков обещал ситуацию исправить. Только поставили. Мы только ознакомились с этим. По моему сказанию, да, смонтирован информационный стенд, чтобы жители видели. А я беру на себе цель, сюда 1 июля площадку установлю. Новый глава Серпухова свое обещание сдержал. Если житель заинтересован в своем дворе, в своей жизни, тогда у него всегда все будет благополучно. Соответственно, мы сделали несколько собраний, делали проекты, делали чертежи, предлагали свои планы реализации этого проекта. И нас услышали, нас поддержали. Жительница 9-го дома Оксана Патрикеева убеждена, начинать нужно с перемен в своем дворе. Молодая женщина возглавила инициативную группу, которая разработала план преобразования территории. И первым пунктом в ней значился капитальный ремонт старой многоэтажки. Вместе, совместно с работой, с руководством нашей администрации, мы работали с подрядчиками, закончили дом, очень счастливы и благодарим всех, кто нам помогал. Крыша сейчас не протекает, крыша хорошая, крыша качественная. Были недочеты, их устраняли, делали, но сделали, фасад сделан. Работа подрядчика находилась под пристанным контролем местных жителей. Оксана убеждена, что жаловаться на бытовые неудобства проще, сложнее самим участвовать в процессе. Сегодня капитальный ремонт дома 9-го завершается. В здании предстоит еще поменять электропроводку. Весной продолжатся и благоустроительные работы по разработанному жильцами плану. В этот же план и проект входило именно благоустройство двора Пушечная 20-22 для пожилого возраста, которые должны спокойно проводить свое время на лавочках, читать свои журналы, книги, играть домино. Так как было это раньше, хотелось бы это вернуть, поэтому мы постарались максимально вложить свои силы при поддержке нашего главы города. Чиновники и активисты продолжают плотно сотрудничать. К лету во дворе дома появится аллея ветеранов. Здесь планируется посадить более 30 молодых либ и кленов. В Серпуховском районе пресечена деятельность подпольного цеха по разливу контрафактной водки. Нелегальное производство располагалось в ангаре на территории промышленной зоны в деревне Арнеева. Полицейские изъяли более 14 тысяч единиц поддельного алкоголя на сумму более 2 миллионов рублей. В этих ангарах у деревни Арнеева до недавнего времени работал подпольный цех по разливу алкогольной продукции. В полутемном помещении десятки коробок с бутылками и пробками. Тут же цистерны с горячительными напитками. Впечатление, будто рабочий процесс только что прервали. Водку здесь, видимо, не только разливали, но и сами дегустировали. А в бутылках, судя по этикеткам, должен был находиться алкоголь известных российских производителей. Насколько содержимое этих емкостей опасно для здоровья потребителей, еще предстоит выяснить оперативникам. Полицейские обнаружили и изъяли около 8 тысяч бутылок водки объемом 0,5 литров, а также федеральные специальные марки, которые по результатам исследований являются поддельными. Вся обнаруженная алкогольная продукция изъята, ее образцы направлены на исследование. Рядом с цехом в гаражном боксе полицейские обнаружили склад готовой продукции из еще более 6 тысяч единиц контрафактной водки. Сотрудники правоохранительных органов выяснили организатор подпольного мини-завода, 70-летний местный житель. Мужчину задержали. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к организации деятельности по производству алкогольной продукции и мест сбыта готовой продукции. Подпольная продукция из Серпуховского района реализовывалась в магазинах розничной сети Московской области. В ходе проводимого расследования станет известно, поступал ли контрафактный алкоголь в местные торговые центры. Бесплатный спектакль и хлеб из тандыра. В Серпухове и в торговом центре «Слава» для детей и взрослых устроили настоящий праздник. Артисты из Москвы играли кота Леопольда, а сотрудники магазина угощали свежей выпечкой и дарили подарки. Елена Киселева расскажет о интерактивной программе выходного дня. На несколько часов торговый центр «Слава» превратился в театральную площадку. Здесь каждый выходной премьера – бесплатные детские интерактивные спектакли. Начали мы это недавно. Прошлые выходные у нас был Питер Пен, вот сейчас у нас кот Леопольд. В трехчасовой программе конкурсы, песни, танцы, игры. Восьмилетний Ваня с друзьями на праздники постоянные гости. Под крепицей ребята зашли в буфет эко-маркета «Репка». В праздничный день чаем с печеньем угощают бесплатно. Мне нравятся эти праздники. Тут хорошее испытание, как сказать. И тут просто весело. Мне нравятся лепешки из тандыра. Выпечку и лепешки из тандыра в эко-маркете «Репка» можно приобрести ежедневно. Семь минут ожидания – и свежая партия восточного хлеба готова. В этот день организаторы устроили акцию для покупателей. Раздавали бесплатные макароны и майонез. Это бонус за покупки в торговом комплексе «Слава». Достаточно предъявить чек. Во-первых, здесь всегда все свежее. Рыба свежая. И кондитерка тоже. Я всегда беру здесь кондитерку, рыбу. И всегда девушки дают какой-то подарок. Всегда майонез, вермишель сегодня взяла бесплатно. Таких магазин еще в «Серпуху» есть? Нет, таких я не знаю магазинов в «Серпуху» больше. В эко-маркете «Репка» покупатели найдут все необходимое – хлеб, овощи, фрукты, мясо, полуфабриканты, рыбу, натуральные молочные продукты из дошковки и огромный выбор кондитерских изделий. И ассортимент у нас более 500 наименований, в том числе и конфеты для диабетиков. Эко-маркет «Репка» работает чуть больше года. Постоянные покупатели знают, что здесь дарят хорошее настроение и предлагают только свежие продукты. Каждый день сюда ходим. Второй раз тут на представление. Думаем, каждый раз так будет. Так будет каждый выходной, признаются организаторы. Интерактивные спектакли для детей абсолютно бесплатно. В ближайшее воскресенье торговый комплекс «Слава» на Борисовском шоссе приглашает на семейный праздник всех желающих. Проверить зрение и сердце сотрудники научно-производственной компании «Аптисалт» совместно с Институтом усовершенствования имени Пирогова приглашают всех желающих проконсультироваться с врачами узких специальностей и пройти медицинское обследование. Получить рекомендации профессионалов можно на выставке «Красота и здоровье», которая работает в Серпухове. Бесплатная диагностика зрения и работы сердца продолжается. Выставка «Красота и здоровье» проходит в здании магазина «Верный» по адресу улица Горького, дом 5А. В рамках акции по льготной цене можно проверить сосуды, получить консультацию кардиолога и врача Ирида-диагноста. На нашей выставке каждый посетитель может бесплатно проверить свое сердце, снять показатели кардиограммы, распечатают, на руки выдадут. Там основные параметры расписаны, можно прочесть и принять для себя решение. Каждый может прийти к нам, пройти курс Ирида-тестирования. Мы выявим причины интоксикации паразитарного организма, дисбаланса микроэлементов, найдем те факторы, которые приводят к заболеваниям данного человека. И самое главное, поможем ему устранить те проблемы, которые его беспокоят. На современной аппаратуре специалист оценит вероятность возникновения у вас инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности. Оптометрист проверит остроту вашего зрения. Прибор ангиоскан скажет все о состоянии ваших сосудов. То есть, насколько нарушено кровообращение, есть ли тромбообразование, как работает сердечко, как растягивается аорта, есть ли отклонения, изменения и так далее, значит, варикозное расширение, то есть все скажет. На приборе автореокератометр мы бесплатно проверим всем желающим зрение. Подберем очки любой сложности, делаем очки на заказ. Также порекомендуем глазные капли, которые помогут как и при усталости глаз, например, от компьютера, так и при таких глазных заболеваниях, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки. Кто заботится о своем зрении, приходите, поможем. Прием пациентов в «Лавке жизни» ведется ежедневно с 10 до 19 часов на втором этаже магазина «Верный» по адресу улица Горького, дом 5А. Здесь вы проверите свое здоровье и приобретете фитопрепараты отечественного производства. В спортивном комплексе «Юбилейный» прошел волейбольный турнир среди мужских команд. В памяти ветеранов, которые внесли большой вклад в развитие серпуховского спорта. В памятной встрече приняли участие те, кто их знал и с кем они играли. Приезжают всегда с удовольствием, с каким-то рвением и любовью относятся к этим турнирам. Играют всегда самоотверженно. И победителей здесь не нужны. Тут победитель каждый и само участие уже как приз в этой игре. На спортивной площадке встретились команды ветеранов из Протвино и Серпухова. В следующем году на ежегодный турнир организаторы обещают пригласить и молодых спортсменов. Сразу после вечерних новостей на ОТВ программа «Прямой эфир». О благоустройстве Серпухова в 2017 году расскажет заместитель главы администрации городского округа Олег Сотник. Не пропустите уже через несколько минут. А на сегодня это все новости. Смотрите нас в сети интернет, на сайте ОТВ Серпухов и на официальном сайте администрации города. Звоните в редакцию, если у вас есть интересные темы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова